Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективная и достоверная в программе «В центре внимания». Представляем вашему вниманию программу IWPR, радиоинститута по освещению войны и мира. Здравствуйте, у микрофона Мири Масаналы. Тепличный бизнес Кыргызстана на грани банкротства. Сельхозпроизводители не могут конкурировать с нелегальной продукцией, поступающей через открытые границы из Казахстана. Поставщики импортных овощей и фруктов завозят свой товар, не оплачивая налоги. В результате цены на привозные помидоры и огурцы гораздо ниже стоимости местных. Впрочем, по мнению представителей бизнеса, кыргызскому производству еще сложнее выдерживать ценовую конкуренцию из-за курсовой разницы. Крепкий сом может убить местное производство. По данным Бишкекского делового клуба, каждый день в Кыргызстане продают около 15 тонн огурцов. Этот овощ – главная продукция местных теплиц. Однако в общем объеме продаж доля, выращенная кыргызстанскими фермерами, не превышает 10%. Оставшиеся – 90 импорт. Основные конкуренты для местной продукции рассказывает бизнесмен Телек Токтагазеев. Контрабанные овощи из Узбекистана и Китая. На данный момент самая большая проблема для тепличного бизнеса, тепличной сферы в Кыргызстане является контрабанда и провоз нелегально очень больших грузов из Узбекистана через Казахстан. Из Узбекистана в Казахстан переводится железнодорожными путями и оттуда привозят фурами уже сюда в неограниченном количестве. Говорит он. Налоговой службе поясняет, в торговых отношениях между странами Евразийского экономического союза понятия контрабанды уже нет, так как главный принцип интеграции – свободное передвижение товара. Теперь нелегально завозимый товар называется просто неучтенным. Но как не назови, а принцип тот же, что и у контрабанды. Неучтенную продукцию в Кыргызстан завозят, не оплачивая налоги, что сразу же снижает ее стоимость. Объемы неучтенных товаров огромные. По словам пресс-секретаря государственной налоговой службы Элькина Сазыхова, схемы, по которым недобросовестные предприниматели обходят налогообложение – одна из причин того, что ГНС за первые четыре года нынешнего года не выполнила план по сбору налогов на полмиллиарда сомов. Предприниматели при провождении границы должны заполнить талон, о прохождении госграницы, на основании которого в течение 50 дней они обязаны сдать отчеты в налоговую и оплатить сборы. Есть люди, которые по ввозимым товарам уменьшают фактическую стоимость товара. То есть, к примеру, в прошлом году ввозили муку за килограмм в 2-3 суммы. То есть это фактически реализуемая сумма должна была быть. С этой суммой они должны были уплачивать налоги. Но постепенно они уже стали увеличивать. Сейчас, в данное время, мы когда анализ проводили, по итогам марта-апреля, где-то на 10-12 сумм стали эти суммы. Должна быть продаваться такая сумма. Но фактически мы, когда анализ проводили, килограмм муки стоит более 25 сумм. Рассказывает Сазыков. Из-за нелегально ввозимой импортной муки в 2015 году в Кыргызстане вынужденно закрылись 13 мукомольных предприятий. Тогда власти страны установили квоты на ввоз муки в Кыргызстан. Кстати, еще один распространенный прием недобросовестных поставщиков импорта – снижение объема ввозимого товара. Со вступлением ЕАЭС фискалы не имеют права проверять груз, который идет из стран-партнеров по Альянсу. Поэтому предприниматели в документации смело указывают объем товара в разы ниже реального, а значит, вновь платят меньше налогов. Следовательно, и цены на такую продукцию будут гораздо ниже. Чтобы поддержать отечественных производителей, группа депутатов Джоур Кукинеша предложила на рассмотрение законопроект, по которому правительство сможет контролировать минимальные цены на привозные товары. Один из авторов законопроекта, народоизбранник Дастан Бекешев, соглашает, что закон несколько противоречит принципам открытого рынка, которые декларируются в рамках ЕАЭС, но утверждает, что иначе мы просто похороним местный бизнес. В мире, несмотря на то, что мы входим в какие-то союзы, даже внутри союза идет конкуренция и борьба. И вот этот законопроект является одной из мер, хотя бы как-то противостоять тому потоку товаров, который очень сильно поступает. А в цене они почему преимущественно пользуются? Не потому, что они просто в рамках ЕАЭС завезены, а потому, что они сюда ввозятся без уплаты налога на добавленную стоимость. Говорит нардеп. Если законопроект пройдет первое чтение, ко второму будет подготовлен перечень товаров, минимальные цены на которые будут контролироваться правительства. Авторы законопроекта считают, что нет необходимости устанавливать минимальные цены на товары, которые Кыргызстан не производит. Но закон коснется в первую очередь сельскохозяйственных товаров и продуктов питания. Можно прогнозировать, что вступление закона повлечет рост цен, а ведь именно этого, по мнению бизнесменов, старается избежать Нацбанк, активно поддерживая курс национальной валюты. У нас нет доказательств, что правительство или президентская власть диктует Нацбанку сократить уровень денег в стране, чтобы сом не падал, чтобы наш госслужащий на ту же зарплату 10 тысяч сом мог также покупать в сомах столько же була хлеба, столько же сахара, столько же масла. То есть искусственно борется с инфляцией, но тем самым убивает местных производителей и наносит большой урон экономике в долгосрочной перспективе. Я думаю, мы так продержимся полгода, может год, но когда мы уже потеряем местных производителей, и когда на наших местных полках мы увидим белорусское молоко, начнем потреблять российскую, казахскую картошку, лук, узбекский и т.д. Их уже будет очень тяжело выгнать с этих лавок. Делится своим мнением бизнесмен и финансист Эльдар Абакиров. Более крепкий сом делает товары, произведенные в Кыргызстане, дороже. Казахстанцы все реже приезжают за покупками на Дордоид, так как кыргызстанские цены в реальном выражении сравнялись с казахстанскими. Из-за более дорогой продукции кыргызстанское производство теряет не только внешний, но и внутренний рынок. Усилиями Национального банка, постоянными интервенциями кыргызский сом за два года удержал свои позиции по сравнению с российским рублем и казахстанским тенге. Валюта соседей в прошлом году обесценилась на 80%. Долларовые интервенции, проведенные Национальным банком Кыргызстана в прошлом году, оказались эффективны, но привели к значительному снижению уровня монетизации экономики. Эльдар Абакиров приводит следующие данные. В Тазабеке вышла аналитика экономиста Сайпидинова. Уровень монетизации экономики стран ЕАЭС приводит он. 10 февраля 2014 года и за 11 февраля 2016 года. Уровень монетизации в нашей стране упал на 66%. Это отношение денег в национальной валюте к ВВП страны. Предположим, у нас в Кыргызстане было там 100 сом, стало через два года на 66% упало, и получается 34 сома стало на всех. Так сомов меньше, все товары вроде дороже в сомах выглядят, но наша валюта искусственно выглядит сильнее. Мы боролись с девальвацией сома против доллара с помощью сокращения экономики, причем искусственного. Сокращение денег в экономике привело к увеличению бартерных сделок. Таковых на рынке сейчас совершается свыше половины. Бизнесмены грустно шутят, что вскоре и вовсе перейдут на натуральный обмен. А необходимость отпустить сом и дать, наконец, рынку, определить его истинную стоимость, предприниматели просят уже полтора года. По мнению бизнесмена, реальный курс сома сейчас необходимо равнять на валютам ближайших партнеров – Казахстана и России. Возвращение к курсу 1 рубль полтора сомок сделает кыргызстанские товары вновь конкурентоспособными и не даст местному производству сгинуть. Материал специальный для IWPR подготовила Айсулу Тикимбаева.